привет ребята у нас новый внеочередной обзор портфелей у нас сегодня и лего пожалуйста будет фестралы фестралы из лего и magic magic 4 новых бустера и самое интересное новый отличный портфель зло золото лукоил облигации для чего я его сделал вы узнаете но самое главное конечно для того чтобы он соревновался с нашим моднейшим портфелем бухло и чтобы я в конце каждого выпуска мог уже с уверенностью сказать что бухло побеждает зло ребята ну что ж поехали начинаем мы как всегда с портфеля хули жебоки здесь мы вложили еще 50 тысяч рублей и смотрим на сделки смотрим на сделки у нас покупка газпрома за так а были то у нас продажи то что я не помню нет в этом у нас была продажа сбера в прошлый раз а в апреле продаж не было и это хорошо только до кубка было сейчас вот он пай да ну газпром сейчас чуть чуть больше ну это не потому что он как-то дико вырос на самом деле нет на самом деле докупили чуть чуть больше чем нужно было и он как-то стоял себе на месте а серебром продавали по мда в тот раз продавали поэтому а сейчас у него вот большой поэтому докупать не стали и немножко вот такой дисбаланс минимальный смотри там 946 1037 можно не обращать на это внимание самый главный результат результаты очень очень неплохие давайте вот сначала года мы глянем рынку мы кстати говоря уже проигрываем но зато equity он шикарно мы смотрим на equity так а если на за три месяца что у нас да он мы в конце получается в апрельский рост мы забрали не весь почему-то что у нас там облигации вот и золото перестало расти хотя в целом мне нравится вот он миллион три сорока у нас 30 процентов годовых это ну прям отлично я считаю это у нас прям все прекрасно да и на 17 процентов рост активов так что холи жибоко выполняет прям эталон на требования которые мы к нему предъявляли все здесь отлично никогда не было идея еще от газпрома избавиться в какой-то момент потому что газпром конечно работа не умеет газ меня провести не может что еще остается только продавать его и менять на что-то другое вот на что это большая загадка как и большая компания нормальная такой еще который большой вес в индексе имеет но такой еще поискать если найдете сообщайте пока я доволен и холи жибокой здесь идея такая на перспективу что я его догоню до какой-то фиксированной суммы и перестану пополнять будут только ребалансировать то что интересно что будет если ну вот есть портфель который там каждый месяц пополняется этот набор я хочу довести там до какой-то суммы условно 2 миллионов до двух с половиной миллионов и все оставить больше не пополнять просто внутри себя внутри него перебалансировать активы и вопрос к чему это приведет обгонит ли он что-то или нет я думаю что да вот но еще до двух миллионов долга пополнять вот я сейчас 50 по 100 тысяч месяц пополняю в целом и так все неплохо теперь мы смотрим портфель хули акции у нас здесь есть тенге казахстанский не замечательный вот казманый газ который подрос и еще кстати говоря в конце марта на провале я его успел докупить так вот тенге тенге кстати по моему немножко припал то что у нас у него рос курс сейчас как ну точнее рубль рубль сначала припал потом вырос и здесь у нас да он показывает плюс 14 процентов его два с половиной процента всего от активов вот он пай до 2 и 6 газпром немножко подрос чуть чуть больше чем мы рассчитывали и тоже над подумать либо из этого портфеля либо из хулижбоки надо газпром убирать и тогда у нас то что что-то многовато его и он какой-то некрасивый мне он не нравится так за полгода мы немножко обгоняем на самом деле вровень здесь идем вровень вот мы а здесь мы апрельский рост конечно же забрали потому что здесь акции сделать ничего необычного да вот они до кубки до кубки до кубки да здесь все по стратегии никаких неожиданностей все тысяч тоже до брошена и вот он 20 процентов доходность так сколько мы 10 ну почти 11 процентов роста за но это вообще от вложенных вложено миллион 150 и тоже здесь доведем до двух или двухслойных миллионов и перестанем его пополнять мы только ребалансировать и дико торговать дак тенье вот чуть-чуть припомню минимально на самом деле от практически не изменился он 24 рубля на курсе мы потеряли ужас надо было вкладываться в юань ну что ж теперь мой любимый портфель бухло очередные 10000 до брошены теперь там вложено так по моему 320 до 4 по новой строки начал запутываться начал запутываться то помочь на глянем так вот они что 200 раз два три 4 5 6 так это у нас здесь 20 20 30 10 50 60 70 310 тысяч вложено а сумма там с 362 тысяч у нас выходит так 362 на 310 по новой стратегии это уже почти 17 процентов мы заработали за пять месяцев очень неплохо но самое интересное сейчас мы глянем сделки вот у нас было две продажи потому что обраудер со выросла где два раза продавал то есть два вот они два лота по 10 штук и белуга подросла у нас зафиксировали сколько нам 24 процента а по обраудер со двадцать шесть с половиной процентов при этом сейчас там чебелоку показывает от роста цены 51 процент офигеть и браудер со 29 но сейчас все более-менее поровну потому что вот как раз эти продали немножко остальное докупили в целом все очень прикольно и красиво растет сейчас поглянем да но она и вровень заметьте 5 бумаг а идет прямо вровень с индексом чуть-чуть обгоняет минимально обгоняет можно сказать что в районе с индексом и очень даже красивый у нас такой порыв поймали мы и белугу и обраудер со хотя конечно остальное нас там магнитик конечно немножко отсасывает ну что ж его время еще придет и время еще придет пока все в порядке было 310 можно 362 пожалуйста вот они а теперь новый портфель собственно говоря из-за которого и я записал этот неочередной выпуск это портфель зло зло это золото зло это лукойл нефть и о облигации оэвзе только три актива то есть это маленькая такая копия хули же боки но я хочу пополнять стабильно каждый месяц на 10 на 20 тысяч ровно столько же хочу внести туда денег сколько же и в бухло чтобы там было одинаково здесь 310 ложный там 310 здесь немножко позже мы начали насколько на месяца на 4 до 323 все равно уже доходность есть уже годовых там почти 9 и плюс 4 процента рост ну потому что опять же золото подросло хотя она вот последний в конце недели упала вот лукойл подрос вот у нас 77 процентов принес как раз рост из-за него и здесь вот красиво у нас такой пай все по 1 3 практически и здесь только начала но мне кажется что у него будет очень интересная судьба у этого портфеля и опять же это цель этого портфеля это показать что даже инвестиции по 10 тысяч рублей в месяц с начальными в 300 тысяч они нас приведут к процветанию или не приведут про наш знаменитый портфель хули крауд уже все рассказывают какой он прекрасный и замечательный но напомним мы там самое главное событие которое мы ждем это конечно выплата от пенка rental которая должна вот в течение квартала этого нам прийти то есть два с половиной месяца буквально осталось но сначала я вам хочу рассказать что происходит в личном кабинете jet land теперь мы заходим в личный кабинет jet land и самое главное сумма на счете было два с половиной миллиона стал три с половиной миллиона вот 3 миллиона пятьсот семьдесят шесть тысяч почему то что я сделал два пополнения я увидел была акция в конце марта плюс пять процентов и я внес 600 тысяч рублей и в апреле еще одна акция с ключом 55 копеек то есть надо внести сумму от 100 тысяч рублей заканчивающиеся на 55 копеек вы получаете плюс семь процентов к доходности сроком на три месяца но более того по моей ссылке если вы зарегистрируетесь которая будет в описании этого ролика вы можете выполнять на любую сумму и все равно получите плюс семь процентов сроком на три месяца на первую сумму пополнения ну и доходность вот на 77 за все время у нас нас больше интересует годовая вот она 18 с половиной процентов внимание если вы воспользовались акции здесь нужно сделать важную пометку нужно отключить рантья чтобы деньги оставались работать вот ну так и доходность будет больше но ежемесячные выплаты тогда вы выключаете вот я у себя выключил чтобы эти бонусы соответственно получить и по статистике платформы сейчас быстренько глянем ну здесь тоже большие улучшения видно что уже больше 6 миллиардов рублей выдано дефолтность падает 1,31 процента доходность среднеизвестный 19 процентов и объем торгов кстати тоже неплохой на вторичном рынке то есть можно продавать спокойно займы количество инвесторов растет количество заемщиков уже почти 50000 и что еще не хотел посмотреть на свой портфель так как сумма под управлением увеличилась здесь у нас улучшение есть по уровню диверсификации вот она средняя 0,33 процента на одну компанию и целых 463 компаний портфеля то есть даже дефолт 1 2 компаний никак на весь портфель не влияет вот здесь он виден этими квадратиками теперь уже крупных квадратиков не осталось вот самая большая сколько нас целая 80 до 0,83 процента так что не забывайте воспользоваться акцией по моей ссылке напомню плюс семь процентов сроком на три месяца на первое полное пополнение и даже не надо использовать вот эти 100 тысяч рублей можно даже на 20 тысяч пополните все равно получите плюс семь процентов так заглянем теперь сделки общие по холикрауду вот они 2 вложения jetland 400000 и 600000 и займ к воркингу на 500 тысяч рублей вот они 1000 рублей почему 601 41 это 1000 рублей комиссия банковская начисление здесь все в порядке промлис торг про него рассказал прошлый раз платеж по расписанию party time платишь по расписанию мини склад платеж по расписанию и вот он выглядит наш так портфель конечно выглядит он очень внушительно но повторюсь сейчас главное получить платеж от пэнк аренда но я посмотрел их семинар вроде там должно все в порядке осталось не так много скоро все выясним ну да и за вот они сколько там за год за год мы обгоним даже за год а уж там за весь период там сначала я помню я вложился начал вкладываться как раз был кризис к видный насколько я помню первые мне были вложения в краудлендинг вот до синие наша полосочка обгоняет оранжевую полосочку это хорошо ну что ж идем дальше ну вот да сейчас только последние цифры 20 процентов годовых показывает этот наш портфель и там будут новые вложения об этом я расскажу в следующем выпуске это уже в мае будет и новая добавка в наш замечательный портфель лего это набор из новой серии гарри поттеру нас такого еще нету это карета хогвартса с фестралами с фестралами чернокожими крылатыми конями и так фестралы стоили мне 1799 рублей за каждый конструктор и теперь мы заходим на яндекс маркет и они стоят 1699 рублей то есть то есть по 100 рублей с каждого конструктора немедленно было потеряно ребята вот что значит не вовремя купил и так сделку сейчас мы вот я здесь покажу вам сноуболе здесь честно я отмечаю что кстати говоря это вторая неудачная покупка опять же что-то я повелся на какую-то скидку оказалось что это было не скидка накидка и сейчас можно купить дешевле исходить и усредниться я не хочу мне кажется по два конструктора ради и достаточно ну и к тому же я не знаю гарри поттер будет расти не будет я честно говоря не не по какому не знаю конструктор будет ли он расти но вот здесь такая первый блин оказался ком и покупка видите немножко сразу минусовая и весь портфель мы смотрим он чуть-чуть там какой доходность показывает но только за счет того что вот было куплено в какие-то предкризисные времена которые там вот редкие конструкторы эти брикхедзе они дорожали вот 103 вложено 148 текущая но еще раз помечу это по рознице прочным ценам но скоро я думаю что начну смотреть что-то на аукционах потому что видимо на яндекс маркете но нет смысла действительно что так подбирать потому что вот до подбирался уже вторая невыгодная покупка у меня но я я про нее вам честно рассказываю ну и самое классное это конечно же четыре бустера магии это спираль времени обновления маловато я взял я еще рассказывал то что раз я купил целую упаковку 36 штук мне прислали из минска а это я купил где-то до 3 недели до этого по одному я их купил по 500 рублей но сейчас на том же самом сайте у того же самого продавца не стоит уже 700 рублей и вот я их внес сюда да давайте глянем вот и здесь над портфель уже стоит 150 тысяч рублей вложено 130 почти 134 тысячи так я немножко задним числом внес но это правда и тогда я и купил так спираль времени обновления на русском языке а вот она по 500 рублей час она стоит 700 очень прекрасная сделка оказалась на этом все до встречи в следующем месяце